Доброго вам утра, уважаемые зрители и все жители Хабаровского края, и те, кто интересуется из других регионов и стран нашей жизнью здесь, на Дальнем Востоке. Несколько слов о ситуации с коронавирусом. Ежедневно фиксируем около 300 случаев. Выздоравливает значительно большее число людей, поэтому наш штаб по борьбе с коронавирусом принял решение пойти на послабление противокоронавирусных мер. А именно, мы до 50% увеличиваем загрузку учреждений культуры, это театры и наша филармония, и учреждений спорта. То есть, на Платином арене, на Ерофе-арене, половина трибун будет заполнена. Кроме того, в Хабаровске мы разрешаем провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд. То есть, процесс идет, и за это я хочу поблагодарить всех хабаровчан, комсомольчан, всех жителей нашего края за то, что соблюдаете все меры, которые предписывает и правительство Хабаровского края, и Роспотребнадзор. Например, я поздравляю всех с прошедшим крещением Господним, мы делегировали право организовать крещенские купания мэром, главам районов, городов. И надо сказать, все прошло очень организованно, спасибо и начальникам, спасибо и тем гражданам, кто принял участие в этом православном обряде. У нас в Хабаровске в одном месте было организовано аж четыре проруби в одном месте, палатки с обогревом для переодеваний. Вы большие молодцы, еще раз вас поздравляю и благодарю за соблюдение всех предписанных мер. Что по прививке, могу сказать, у нас 25 тысяч доз уже в Хабаровском крае, они все распределены по городам и районам, по больницам, государствам. Ведем переговоры и с частными медицинскими учреждениями, чтобы каждый получил возможность привиться. Как получить вакцину от коронавируса? Нужно записаться на сайте госуслуги или через колл-центры в поликлиниках наших и больницах. Вы это можете сделать, это добровольно и, самое главное, бесплатно. В феврале мы ждем еще 56 тысяч вакцин от производителей, тоже их будем распределять по всему краю равномерно, чтобы каждый получил доступ. Переломный момент у нас наступит, когда будет привито порядка 700 тысяч жителей в крае. Несколько слов об инфекции кишечной, которая у нас вспыхнула в школе-интернате номер 2 для слабовидящих детей. Это, конечно, безобразие. По моему поручению, в Министерстве Роспотребнадзора мы провели целое расследование. К дисциплинарной ответственности привлечен директор школы-интерната номер 2. Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает. 16 детей у нас под наблюдением врачей, 13 находятся в детской больнице имени Петрович. Все под контролем. Компания, которая по договору осуществляла питание детей, отстранена. Проводится сейчас проверка. Все виновные будут наказаны. По поводу чрезвычайной ситуации. 31 декабря, когда у нас сгорела дизель-электрическая станция в деревянном исполнении в селе Савинское. Были обесточены село Савинское и село Монгол в Ульчском районе. Спасибо нашим чрезвычайным службам. Мы не успели до Нового года перевести на временные схемы, подвезли временные передвижные дизель-генераторы. Люди встречали Новый год с электричеством. Но вопрос встал ребром, что делать. И мы приняли решение из резервного фонда купить новые модульные дизель-электрические станции и поставить их в селе Савинском. В конце марта поставка будет осуществлена. Кстати, они оборудованы, эти модульные станции, пожарно-охранной сигнализацией, чтобы избежать в дальнейшем подобных инцидентов. У нас еще не 16, а 11 дизель-электрических станций в деревянном исполнении в крае. И мы сейчас подготовим программу для того, чтобы их все модернизировать или же просто заменить на вот такие современные модульные дизель-электрические станции, чтобы никогда люди не оказывались без света. А ЧП, как известная чрезвычайная ситуация, всегда происходит в самый неподходящий момент, как и в прошлом году. 31 декабря, прямо перед Новым годом, пожар, но слава Богу без жертв, все решения приняты, все люди будут со светом. Вам хорошего дня, веры вам, надежды и любви. Будьте здоровы, берегите себя.